Сергей Левин, Климов. Сергей, почему такие два разных тайма получились? Первый проиграли 6-2, а второй выиграли 3-0. Честно, пока не могу понять. Для самого такое удивление. Ну, как-то не вошли, видимо, в игру. Сегодня добавилось несколько человек новых еще в коллектив, которые ни одной игры не играли, но для того, чтобы сыграть в плей-офф, им надо было оббиться. Ребята еще, может, в этом формате не привыкли. Ну, дело как бы не к ним, а дело в том, что мы сделали грубые ошибки в первом тайме. Если случить эти ошибки и сыграть два тайма, как мы сыграли во втором, то я думаю, что при всем уважении к сопернику победа была бы за нами. Потому что второй тайм мы просто оставили без мяча и без моментов. Первый тайм провалили, вот и все. Все очень просто. Я уже с вами понимаю, что у него была какая-то экспериментальная защита с Никитой Николаевым. Это что такие эксперименты? Потому что игра ничего не значила? Да нет, но Никита Николаев в пару играх принимал участие сзади. Мы все знаем его, конечно, как игрока атакующего, но, в принципе, атакующий звено у нас есть ребята, кто как бы там Макс Араб, вы видите, он все игры играет без замен. То есть мы надеемся на него. И Никита помогает коллективу, закрывая дырки, потому что несколько основных игроков выбыло из-за травмы. Некоторые не доехали из-за большого футбола, ребята. Кто-то там уже на шашлыках отдыхает. То есть лето уже все-таки. И трудно собрать основной состав. Но в целом, я считаю, что что для соперника, что для нас эта игра ничего не решала. Мы и так-то останемся в середине в плей-оффе. Ребята уже вышли в верхнюю часть. Просто сегодня была хорошая игра. 6-5, результативная. Я думаю, для трансляции, для болельщиков было очень интересно посмотреть такую игру. Дмитрия Дробыша мы не видим в последних играх. Расскажи, вправе мы ожидать его появления на плей-офф или нет? Ну, Дима выручает нас по возможности, когда у него есть время. Последние несколько игр получилось так, что у него большой футбол. Петрович играет в это в 9 часов вечера. Ему просто никак не вырваться к нам. А так ему большое спасибо. Приезжает, усиляет нас, помогает. Но когда может, единственное что. Поэтому ему только респект за это. Спасибо.